Виктор Мишарин Уроженец Мордовии работал врачом и занимал административные должности. В настоящее время возглавляет психоневрологический диспансер в Москве. К обязанностям министра Виктор Мишарин приступит с 8 апреля. Второе направление – перезапуск экономики. Она сильно пострадала от последствий борьбы с пандемией. С сегодняшнего дня целый ряд системообразующих предприятий начинает выходить на работу. Не исключаю, а наоборот даже могу как-то анонсировать о том, что аналогичное решение будет принято в отношении среднего и малого бизнеса. Но я еще раз повторяю, при условии, что все работодатели будут понимать свою ответственность за членов трудового коллектива, за сохранение режима такой вот трудовой самоизоляции. Экономика понесла действительно ощутимый урон. По итогам первого квартала поступления в областной бюджет уменьшились на полтора миллиарда рублей. Всего регион зарабатывал 10,5 миллиардов. Снижение в бюджете мы ожидали. Это отчасти плановое снижение. Мы ожидали, что снижение составит порядка 793 миллионов рублей. Фактически же у нас снижение двуаккуратно превысили плановые объемы. При этом губернатор отметил, что предприниматели свои экономические проблемы не должны компенсировать за счет простых ульяновцев. За этим будут пристально следить, как и за ценовой политикой в магазинах. Никуда не годится. Каждый день переписывание ценников. Никуда не годится. Нет под это никаких обоснований, кроме алчности. Кроме огромной жажды сделать быстрее, так сказать, и нажиться. В связи со сложившейся ситуацией расходы бюджета растут быстрее, чем доходы. Среди расходов на первом месте продолжают оставаться социальные платежи, зарплаты бюджетникам, пособия и затраты на медицину. С 1 апреля на территории области объявлен пожароопасный период. Теплая погода привела к тому, что он начался на полторы недели раньше обычных сроков. В области уже зафиксированы лесные пожары. Но самую главную проблему для пожарных представляют не они. Из года в год огромной проблемой для лесного хозяйства области и в целом страны является бесконтрольное пало сухой травы. Виновниками весенних палов довольно часто являются дети, играющие с огнем. Кроме того, трава может загореться оброшенные спички или сигареты. Планы тушения пожаров утверждены как в области, так и во всех муниципальных образованиях. Для противодействия возгорания будут задействованы более 3000 человек и 600 единиц техники. Губернатор поручил одержать ситуацию с лесными пожарами на особом контроле. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новость, Селправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин